Сейчас мы разбираем исход, 33 главу, с 12 по 18 стих. И мы говорили с 12 по 13 стих, Маше Богу выдвигает три требования. Первое требование – дай мне познать твои пути, то есть я хочу знать, как идти, хочу быть не просто исполнительным слепым твоей воли, но быть твоим сотрудником. И я буду знать тебя, то есть мало мне иметь просто знания о тебе, я буду знать тебя лично, отношения буду иметь, чтобы обрести милость в твоих глазах. И мы говорили, что это означает, что любовь наша друг к другу будет возрастать. Эти три требования Маше личного плана. И четвертое требование – это что? О народе. Потому что смотри, ведь это народ, племя твое. То есть четыре требования. Первых три относятся лично к Маисею, да? Четвертое – к народу. Теперь посмотрим 14 стих. 14 стих, там можно разные переводить, переводы. Ну, например, такой 33 дробь 14. «И ответил ему Бог, пойду я сам, и ты будешь умиротворен». Или в канонической Библии. «И сказал он, сам я пойду и удоволю тебя». Но слово что же означает «удоволю»? Если буквально говорить, я пойду и введу тебя в покой. Вот видите, нам более понятным становится, почему они не могли войти в покой Божий, да? Когда говорится в Новом Завете. Тут вот привлено слово «нох». Покой употреблено слово «нох». Буквально там сказано «я пойду и введу тебя в покой». Употреблено слово «нох» означает отдыхать, покоиться, почивать, останавливаться, умолкать, а также успокаиваться, давать покой, делать спокойным, класть, положить, опускать, оставлять. А слова «я пойду сам» Анкелос, это тоже один из комментаторов Библии, переводит так. «Моя шахина пойдет с тобой, и ты будешь умиротворен». И слово «ты» в данном случае относится не только к Моисею, а к всему народу Израиля. «И ты будешь умиротворен, и ты пойдешь». Значит, Анкелос говорит, что слово «ты» означает «весь народ». Да? Этот комментарий объединяет «маше» и «весь народ». То есть «маше» он, как говорит, от имени народа, и он и есть весь народ. Вот если мы смотрим комментарии 53-й и 54-й главы пророка Исаия, да, 52-й конец и 53-й главы, то там, говорится, иногда употребляется в отношении, да, Израиля, иногда употребляется в отношении Мессии. Да, и евреи традиционно, иудейцы, хасиды, там и другие ортодоксы говорят, что это все относится к Израилю. Но если мы посмотрим, да, там как бы получается, часть относится к Израилю, часть относится к Ишуа. То есть, как Моисей, видишь, олицетворяет весь народ Израиля, да, так Ишуа олицетворяет весь народ Израиля. И мы будем говорить, Амалек тоже олицетворяет, это Амалек и народ, название народа, да, и название человека. То есть, в данном случае, и человек, и народ, это одно и то же. Но вы знаете, что Моисею этого мало, да? И он выдвигает пятую просьбу, напишите, пятая просьба Моисея. Пятая просьба Моисея, очень такая интересная. Если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда. Круто, да? Круто. Вот, то есть, я хочу вам продать эту конфетку. За что? За 30 долларов. Вы скажите, ну, давайте трогаться. 20. 20. 23. 15. Сколько, я 30 говорю, да? 30. 20, да. Я говорю 27. А вы говорите, допустим, 23. Да? Ну, давайте, 25. 24. 25. 24. 26. По рукам. Вот так и Бог говорит, да? Я согласен, я все это сделаю. По рукам. И вот еще тебе лично просьба. В дополнение, красиво, раз ты согласен, то я тебе еще дожду. 25, значит, будет и 26, да? Понимаете? То есть, такая сверхкуцпа. Уже. И говорит, если ты не пойдешь, то и вообще не выводи нас отсюда. Господь на этом соглашается. Господь соглашается на это. И тогда Моисей выдвигает еще шестой аргумент. Учитесь торговаться с Господом. Как Моисей торгует, да? На четыре просьбы Бог соглашает. Моисей говорит пятую просьбу, да? Бог соглашает. Тогда Моисей что выдвигает? Шестую просьбу. Шестую просьбу. И шестая просьба, это уже шестнадцатый стих, да? Есть такие варианты перевода. И в чем же проявится милость, которую я обрел у тебя? Я и народ твой, если не в том, что ты сам пойдешь с нами. И выделимся мы. Я и народ твой из всех народов земли. Итак, значит, если пойдешь с нами, то что мы сделаем? Выделимся, да? Или другой вариант перевода. Ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в отчах твоих, не потому ли, что когда пойдешь с нами, тогда я и народ твой будет славнее всякого народа на земле, да? Это шестнадцатый стих той же тридцать третьей главы. Но буквально, получается, выделимся мы. И здесь употреблено слово «па-ле». «Па-ле». «Па-ле» – быть отделенным, выделяться, быть отличительным, разделять, отделять, отличать, различать. Да? Итак, видите, мало того, чтобы Бог пойдет с нами, я еще хочу, чтобы мы выделились среди всех народов. Видите? Еще одна суперпульба просьба Моше. Это уже шестая просьба Моше. И видите, а слово «па-ле» – еще какие однокоренные слова? «Легит-па-лель» – молиться, то есть оценивать, опять-таки отличать. И еще, да? «Тфи-ла» – молитва, да? То есть молиться, и «пэ-ле» – одно из имен Мессии, что означает чудный, да? Чудный, который отличается от всех остальных. Итак, значит, мало уже Моисею, что Бог согласен на все остальные просьбы, Он еще хочет сделать, чтобы народ Израиля не просто сохранился, но и был особым, выделенным Божьим народом. Но вы думаете, Моисею мало? Для полноты надо семь требований. Когда Бог соглашается на все шесть требований, Моисей выделяет еще седьмое требование. И сказал Моисею, подкрой мне, пожалуйста, славу твою. Слава – это кавод, в данном случае это слава, а также тяжесть, вес, имущество, богатство, великолепие. Правда? И Моисей становится перед Богом, дальше вы помните, проходит Бог перед Моисеем, и объявляет ему все тринадцать атрибутов Божьего милосердия. И говорит о себе Господь. Я сейчас не буду говорить об этих тринадцати атрибутах, мы разбирали ее и будем разбирать в других еще местах. И мы видим, какой интересный пророк Моисей. Как он удивительно, как он удивительно говорит с Господом. Как он выполняет функции судьи, функции пророка, функции ходатая, заступника, и того человека, который сам готов понести наказание за народ Израиля. А теперь мы будем говорить об антиподе Моисея. Да, об антиподе Моисея. И тот, кто анти-Мессия. Анти-Моисей, анти-Христос. Правда? Если в Моисеях помазанный Христок и есть анти-Мессия. И именно неприятие Ишуа как Мессии привело к трагедии, к казни Ишуа Мессии. Да, теперь мы будем говорить об анти-Мессии. Об анти-Мессии. Видите, они считали Ишуа анти-Мессией. Иоанна 9 глава, 22 стих. Иудеи сговорились уже, чтобы кто признает Его, Ишуа, за Христа, того отлучать от синагоги. Иоанна 10 глава, 24 стих. Иудеи отступили и говорили, долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, то есть Мессия, скажи об этом сам. И когда Ишуа говорил, что Он есть, Я есть, кто есть, Я есть тот, кто есть, тогда сказали, что Он кто? Кощунствует. Он богохульствует. И за это фактически Он был казнен. Само понятие Мессии существует, как и удивительно, я уже говорил, во многих местах. Помните, мы считали место, где живут люди в джунглях, не имеют общения с другими людьми, и они ждут белого брата, который принесет им избавление, да? То есть мысль об избавителе, это не только мысль еврейского народа. Она была во всем человечестве. Причем именно тогда, когда людям больше всего приходилось плохо, правда? И есть такие лидеры, которые категория Мессии, ну, в коммунизме. В коммунизме, знаете, тоже религия? Кто знает, что коммунизм религиозный? Да? Хотя он кажется вроде нерелигиозный, против религии, но это тоже религия. Она имеет свои определенные духовные законы и так далее. И там Марс, Ленин, Сталин, Модзи, Дун, там кто еще? Ченкайши, не, нет, это не Ченкайши, а тут. В Корее, кто там в Корее сейчас? Фидель Кастро и другие деятели, да? То есть они являются вождями, мессиями. В иудаизме называется Машиах. В зооастризме называется Саошиант. В буддизме Матрея. В индуизме Калке. В исламе Махди. Махди. То есть все это синонимы слова Мессия. Мы говорили, что Мессия должен быть что? Совершенным царем. Волжен быть совершенным пророком. И должен иметь власть Бога, да? И говорить от имени Бога. Еще он должен победить зло, персонифицированное зло дьявола, сатану, яцерхара. Значит, сатанов христианцы, яцерхара. Это в иудаизме, в зооастризме ариман, в исламе шайтан. Есть во всех это понятие, во всех религиях. Он должен примирить людей с Богом, то есть быть адвокатом на Божьем суде. Он должен иметь характер Бога и его качества. Он не должен иметь в себе греха. Он принимает поклонение как Бог и имеет власть Бога. В иудаизме тоже есть особая такая личность. Это называется ангел, лица Господня или метатрон. Слово метатрон возникло уже позднее, как в комментариях Библии, уже в Талмуде или в Кабале. Метатрон тот, кто стоит возле трона. Тот, кто стоит возле трона. Он будет судить мир, людей, ангелов, смерть и зло. И многие приходили и говорили, что они Мессия. Ну и даже, в общем-то, если говорить об исламе, тоже Магомед говорил себе, что он Мессия, да? Он посланник, он посланник Аллаха. Но самый коренной вопрос, о котором говорил Иешуа Мессия, это от Матфея, 16 глава, 15 стих. А вы за кого почитаете меня? И за кого большинство людей считало? Порок, Захарий, Илья, да? Хороший учитель. И кто это такое? Значит, что нам может помочь в развлечении Мессии и Лжи Мессии? Следующий критерий, запишите. Первое. Соответствие Божьему Слову, Библии. Да, что нам может помочь отличить Мессию от Лжи Мессии? Соответствие Божьему Слову, Библии. Иешуа говорил, да, что мы в пророках сказано обо мне. В пророках и Писаниях сказано обо мне. Он не говорил о Новом Завете, которого еще не было, но есть в Танахе четкие указания о личности Мессии. И если эта личность Мессии не соответствует пророчествам, да, хотя бы одному из этих пророчеств она не соответствует, то мы не должны говорить, что это Мессия. Ну, например, объявили Мессией Хасиды, знаменитого, что Ирсона. Если в пророчестве сказано, что Мессия должен родиться в Вифлееме, то вы знаете, что он не был ни из Вифлеема, и даже ни из Житомира. Житомир, да, это перевод слова Вифлеем. Город житых. Хлеба. К сожалению. Значит, мы можем четко сказать, что это не Мессия. Правда? Вот. И так далее. Значит, если мы видим несоответствие Божьему Слову и Божьим пророчествам, то можно сказать, что это не Мессия. Второе, что нам необходимо, необходимо духовное развлечение. Помните, надо иметь духовный навык. Потому что приходят многие и говорят, что они ангел Света, посланники Света, да? Но в действительности они не есть ангелы Света и не Мессии. И иногда очень трудно определить, что действительно Божье, а что не Божье. Вы знаете, что говорение на языках тоже бывает не Божье? Да. Надо иметь духовное развлечение. Некоторые говорят, что все говорение на языках, а то славанинское. Некоторые говорят, что любое, если человек начинает мычать, костноязычествовать и так далее, это от Бога. Знаете, настоящее говорение это не мычание, не костноязычествование, и там не такое, типа, бабу-бы. Да? Вот. Это действительно язык конкретный. Вот. И другие различные тоже признаки, которые мы можем увидеть, также самое говорили о чудесах, да? Вот. Если чудеса человек делает от своего имени, и если они прославляют его, то это лже-чудеса, да? Если эти чудеса прославляет имя Бога, это истинные чудеса. Если эти чудеса прославляют икону, там, типа, икона плачет, и так далее, прославляет ли это чудо Бога? Или только иверскую Богоматерь? Я говорю, что иконы плачут, потому что есть такие дураки, которые верят, что не только Иисус есть Бог, да? Но Дева Мария и всякие другие арканы, которые рисуют эти иконы. Вот потому эти иконы и плачут. Хорошо. Итак, второе мы говорим – духовное различение. И Новый Завет говорит, что надо не просто иметь духовное различение, а навык духовного различения, да? Навык. Что означает навык? Значит, мы имеем длительный опыт, мы должны заниматься этим постоянно. Можем мы ошибаться в процессе учения? Обязательно. Вы знаете, тот, кто боится ошибаться, тот ничему не научится. Но навык нам необходим. И третий критерий – это плоды. Каковы же плоды этого человека, который приходит, да? Каковы плоды этого человека? В еврейском учении есть и учение о страдающем Мессии. Потому что, если мы будем говорить только о Мессии Царствующем, то где же мы увидим 53 главу пророка Исаии? Некоторые вообще его выпускают, да? Некоторые говорят, что вот эти 53 глава пророка Исаии, она воплотилась в нашем товарищу Шневерсоне, которого парализовало. Вот он страдает за грехи мира. Я еще раз, я не против Шневерсона. Он великий учитель, он комментатор Торы. Мне вот подарили, я радуюсь, есть его комментарии. Но ученики, которые так поступают, они сделали из него что? Нечто хорошее? Да, сделали из него подобие антихриста. Поэтому я об этом и говорю. Но есть страдающий Мессия, и есть Мессия Царствующий. Как же это примирить? Некоторые говорят, что Мессия Бен Иосиф пришел пострадать за грехи мира. А Мессия Бен Давид это тот царь, который будет царствовать. То есть, либо евреи вообще об этом умалчивают, да? Либо говорят о двух Мессиях. Но я верю, что это один, единственный Мессия. И когда мы говорим о лже-Мессии, мы говорим о том, кто будет, как, похожий, да? Вместо. И тот, кто будет против Ешуа Мессии. Вот. То есть, и еще, этот человек будет обладать харизмой. Харизмой. Харизмой, это божественный дар, благодать. В теологии, это исключительная душевная, неспосланное свойство, неспосланное святым. В социологию термин был введен Вебером, как идеальный тип господства власти, как харизматический лидер. И мы это можем сейчас встретить. В настоящее время термин этот девальвировался, то есть, обесценился. И происходит рутинизация харизмы. И термин употребляется в значении исключительная удачливость, способность воздействовать на окружающих. Однокоренные слова, харизматик, человек, обладающий харизмой или харизматический, наделенный харизмой. Так говорит об этом энциклопедические слова. Значит, харизма, это особый дар, особая одухотворенность, либо в простонародье это умение воздействовать на психику людей с определенной целью. Умение и способность убеждать и вести за собой. И как вы думаете, харизма каких-то лидеров, она абсолютна или относительна? Да? Она относительна. Она относительна. У одного и того же человека в разных ситуациях и в разных обществах будет разная харизма. Вот. Детцы, знаете, вот, они могут манипулировать родителями. Да? Вот. Студентка перед институтом без особых проблем уже во время практики может вести уроки в начальных классах. А в старших может случиться так, что ее никто не станет слушать. Другой может обладать харизмой в определенных условиях. Но поскребея его, да, и лишись он таких условий, он останется без харизмы. И харизма часто зависит от аудитории. В зависимости, какая аудитория слушает. Поэтому нельзя составить абсолютную шкалу харизмы. Допустим, олимпийский чемпион и литературный критик, они имеют разную харизму, да, в разных областях. Поэтому мы говорим о относительности харизмы. Дальше. Харизм это интегральное понятие. Что значит интегральное? Оно является суммой различных качеств и факторов. И в одних аудиториях часть этих качеств будет значительной, а часть нет. Кстати, некоторые русские люди, которые не знали слово харизма раньше, глядя на политических лидеров, говорят, ну и харизму у него, гляди, какую харю наел. Правда? Итак, харизма зависит больше даже не от человека, а от его аудитории. И если аудитория готова принять такого лидера, он проходит. Помните, мы говорили о Гитлере? Гитлер не совершил государственного переворота. Он пришел в результате голосования. За Гитлера проголосовало 90% населения Германии. Удивительно, да? За наших президентов, за наших президентов такое не встречается. Ну, Сталин, он, можно сказать, силой прорвался к власти. Вот это харизма Гитлера. Но если бы не был германский народ в таком положении, смогла бы эта харизма Гитлера развиться? Нет. То есть, видите, невежество человеческое и невежество в библейском смысле дает возможность разбиваться вот таким лидерам, как типа Белого Братства и другим, да? Деви, Марии, Христос. Само слово Деви означает дьявол, бес. Деви. Деви это на восточных языках означает дьявол, Марии, Христос. Да? Но кто не знает, тот быстро подпал под эту харизму. Харизма это, если человеческая, это не дар свыше или дар не божественный. И определенный набор качеств, в качестве все, из которых можно изменить в ту или иную сторону. Можно выработать харизму? Можно. Но если Бог приходит и приходит мессиян Бога, помните, мы говорили, Гитлер был застенчивым человеком, он заикался. Он пошел на курсы, где с помощью гипноза ему внушили хорошее ораторское искусство, а заодно он там поднабрался хороших бесюханов. Правда? До самого конца своей жизни. Вот его харизма. Вот его харизма. Хорошо. Что же можно сказать о лжемессии? Если исходить из характеристик пророка Даниила, Матфея, второго фессалоникийца, первого Иоанна и Откровения. Потом эти отрывки, можете ссылки посмотреть, я сейчас не хочу углубляться. Лжи-мессия, во-первых, это личность. Он человек, который обещает решить проблему голода и положить конец хаосу в мире. Опять-таки будем сравнивать с Гитлером. Гитлер сделал это, он покончил безработицы. Видите, после Первой мировой войны очень плохо совершили союзники то, что они заставили Германию голодать. Новорожденных немецких немецких заворачивали в газеты, потому что не было пеленок. У меня есть документальные кадры, если кто хочет, может посмотреть. И в результате Германия оказалась во власти Гитлера. После Второй мировой войны они приобрели уже опыт и помогли поднять Германию. Правда? И Гитлер пришел и таки действительно положил конец хаосу в Германии и он для своих людей оказался мессией. И будет восстановлено мировое царство. И будет восстановлено мировое царство. Конечно, Ишуа мессия, когда придет, он установит тоже мир во всем мире. Но если человек приходит и говорит, что он политическими способами строит мировое царство и сделает что-то типа объединенной Европы, объединенной Америки, объединенной всего мира, не верьте ему. Правда? Одно из искушений, которые предвергал дьявол Иисуса, он показал ему все царства мира. И сказал, ты будешь царствовать, если поклонишься мне. Да? И когда придет лжи-мессия, он ответит на этот вопрос да. Ты мне показал себя царство мира, и я хочу царствовать. Да? А Ишуа это отверх. Он будет править от имени сатана. Его черты характера дерзкий, хитрый, предатель, интеллигент, проницательный и горд. Он будет богохульствовать, то есть дерзко говорить против Бога. Или дерзко говорить от имени Бога. И если по происхождению происхождения Ишуа, это мы говорили беспорочное сочатие. то в иудаизме он будет бензома. Да. Сын порока, сын греха или сын блудницы. Потому что одно из названий зома это проститутка блудница. Поэтому некоторые говорят, что по происхождению его отец будет еврей, а мать проститутка. Он обманет многих избранных. У Гитлера было такое блудодеяние в результате. Мы говорили, помните про веграфию Гитлера? Как он родился? Да? Глудсерят этой блудодеянии. Да. И он обманет многих избранных. Он будет делать чудеса и удивлять людей. Он сделает свой образ и заставит поклоняться себе. Он сделает свой образ, который будет говорить. И это возможно говорится о какой-то телевизионной программе. Правда? И убьет каждого, кто не будет поклоняться этому образу. Он возжелает любви женщин. Он сделает метку для покупки, продажи и контроля над всеми людьми. Многие говорят еще об этих чипах, о ШШ-66. Углубляться не буду. Но это одно из свидетельств с же Мессией. Он будет преследовать божьих людей, и евреев, и христиан. Он охранит храм. Им будут восхищаться, им будут поклоняться все, кроме истины верующих Иешуа. Он возглавит мировую церковь, но будет врагом Мессии Иешуа. И все, что он будет делать, будет иметь успех. Но в конце его ждет поражение и гибель. И его число, вероятно, гематрия имени на иурите 666. И окончательное поражение будет Гар-Мегида. Гара-Мегида это, вы знаете, конкретное место власти Израиля. Вот даже во времена, когда жил Иешуа, и чуть позже, были такие лжи-мессии. Февда. О нем упоминается в деяниях 5 глава 34-39. Вот. Некий Февда, он собрал людей, чтобы пойти к Иордану, вызывал себя за пророка и уверял, что прикажет реке расступиться и пропустить их. Но их всех перебили. Это был 45-й год нашей эры. Иуда Галилеянин, поднявший в 6-м году нашей эры мятеж. Помните, говорится, это не тот ли Галилеянин, который совершил мятеж? И не тот ли египтянин, который перед 7-ми днями произвел звучание и убил в пустыню 4 тысячи человек. Деяние 31-38. Об этом человеке рассказывает Флавий. Бар Ковба, вы знаете, было много очень лжемеси в средние века. И последнее такое лжемесие мы говорили Шнеерсон. До этого выдающийся мессией был Гитлер. Были и женщины, которые под видом мессии проходили. Но сейчас мы поговорим о том, кто в Торе является идеалом лжемесии. Это кто? Амалек. Еще раз говорю, когда говорится в Торе об Амалеке, так же, как говорится об Иуде, это человек и народ. Что же говорится об Амалеке? Значит, 17 глава, 7 стих, значит, произошло разор между Израилем. Масса и Мерила, помните? И назвал этого местом испытания и раздоры из-за ссоры сынов Израиля, потому что они искушали Бога, говоря, есть ли Бог среди нас или нет? И как только они сказали, есть ли Бог среди нас или нет, следующий стих говорит о том, что пришел Амалек. Если бы они не сомневались, есть ли среди них Бог, явился ли Амалек? Никогда бы, да? Итак, Амалек приходит, первое, когда в народе Божьем возникают раздоры. И второе, Амалек приходит, когда в народе Божьем проявляется сомнение в Боге. Гематрия Амалека 240. И такое же гематрия слово сафек, сомнение. Сафек. Такое же произошло сомнение, помните, когда разведчики, посланные Маше в Иеруси Сесраэль, оклеветали эту землю. И что было результатом этого сомнения? 40 лет в пустыне, да? Слово Амалек состоит Ам на еврейский это народ. Малик это арабское слово, соответствует Мелех еврейскому, означает царь. Это народ царь, или царский народ, или народ царей. То есть это народ тот, который превозносит себя. Божий народ Израиль это народ царей, народ царей и священника. Амалек тоже заявляет, что он царь народа или народ царей, и что он есть властитель мира. Но он поклоняется не Богу, он поклоняется дьяволу. Поэтому, как говорят, он властитель мира всего. Амалек это властитель мира всего. Согласно хасидскому учению, Амалек выражает необузданное нахальство. И, несмотря на полное понимание величия Бога, он действует преднамеренно, бессмысленно против его желания. Поэтому, Амалек упомянут в Кабале и хасидизме как даат клепа. Как даат клепа. познание сил зла. Если Маше познавал Бога, да, то Амалек это тот, кто говорит преднамеренно, дерзко, и он является даат клепа. Познание сил зла. Он осознает величие Бога, но действует в манере полного неповиновения. И относительном понятии в Медрашах и в Кабале Амалек упоминается как хамец, заквашенное тесто, запрещенное в Песах. Потому что тесто пыхтит и демонстрирует свое без камерия. Один из синонимов Амалека хамец. И Шо Мессия он кто? Бесквасен, он маца. Но Амалек это хамец. Другие объяснения слова Амалек. Ам Малак, что означает народ со скрученной шеей или народ скручивающий шеей. Потому что одно из желаний Амалека что? Скрутить шею Израиля. Ам Малак. Ам народ, да? Малак это и скручивающий шеей и скрученной шеей. Другое название. Значит Ам Лек. Ам Лек можно свести так. Ам народ Алек слизывать. Амалек жаждет слизать кровь Израиля, как зверь лижет кровь свои жертвы. Медрыше и Кабале Амалик равнивается с собакой. Помните, я уже говорил, что пророчество последней роды у Михи, значит, что будет лицо похожее народа? На собачью морду. Хотя враги человеку домашнее его было переведено в русской библии. Выражение, что домашние будут собачьей морды, почему-то не понравилось переводчику, но будет лицо как собачья морда, поэтому еще он похож на собаку Амалик. И еще Аммалке народ, который сечет или наказывает. Аммалке. Комментарии Шеммишмуэль анализирует это имя следующим образом. Амлек относится с корнем килкул порча. Амлек что означает это портящий народ или тот кто наводит порчу на народ. Амлек еще Ам также переводит Амалек от прилагателей тусклый мутный мутный человек Амалек. Правда? Бней из Сахар от имени великого каббалиста Рама из Пано. Еще раз говорю, что каббала не является для нас авторитетом, но в каббале мы можем видеть личность мессии и личность лжемессии, так как трактовали это в первом веке нашей эры, что позднее было изменено. Что сущность Амалека образована четырьмя силами, связанной с четырьмя видами смертной казни, на которых осуждает суд Торы. Имя Амалек, значит, если убрать последнюю букву К, остается Амал в значении грех. Это слово употреблено в чисел 23-29, когда Бильям говорит, что он не видит греха Амал в Израиле. То есть в Израиле Амалека Бильям не увидел. Чисел 23-29. Когда уделяем предпоследнюю букву Л, остается слово Амок. Амок глубокий. Это указывает на глубину падения этого народа. То есть убираем каждый раз по одной буквы. Если убираем вторую букву М, получается Алак. Алак, а Алука пьявка. Амалек тот, кто присасывается как пьявка к Божьему народу. И помните о таких говорит послание Иуды, которые как безводные облака. И они думают, что они великие учителя, или наоборот много учатся и никак не могут постичь истины. И это люди, которые ложные. Это мусор, который нужно убрать из народа Божьего. Но они как пьявка они обещательно присутствуют в народе Божьем. И пьют кровь. И наконец без Айн-буквы увидев слово Малек. Еще одно значение свернуть шею. Это намек на характер народа, который стремится свернуть шею Израиля. Мусульмане как трактует Амалик. Для мусульман это народ соответствует библейским Амаликитянам. В предании название Амалик используется для обозначения этнических групп, различных мифологических и эпических циклов. Мусульманской интерпретацией библейских текстов Амалик заменил уповянутых Библией филистимлян, медианитян и народ фараонов. То есть практически это те все, кто выступали против Израиля. Кто же он как личность и какова его родословная? Мы часто не обращаем внимания на родословные в Библии. В то время как родословные несут очень большой смысл. Значит, как личность. Амалик сын Илефаза, правнук Исава, один из идумейских старейшин. У арабов существует предание, что он был сыном хамом. До нашей поры Бог объявляет джихад в священную войну на полное уничтожение Амалека. Потому что Амалек был потомком Аврава через нечестивца Исава, продавшего своего первородства. Помните, мы не говорили, что Измаил Бог возненавидел. Но Айсава, что Бог возненавидел за то, что он предал свое первородство. Исав взял своих жен из дочерей Кнаана, Аду, дочь Илона, Хета и Галиваму, дочь Анны, дочь Сивона Хевея, и Босмат, дочь Ишмаэля, сестру Невайота. Это в бытие, да, 36 глава, второй стих, и дальше перечисление идет родословное. Босмат означает пахнющее, ароматное, от слова босем аромат пряности. По всей видимости, эта женщина привыкла Исава своей косметикой. Опять-таки, невеста царя должна хорошо пахнуться. Да? Мы говорим. И помните, сделали что с Эстер? Умощали, да? Умощали запах, протирали ароматами. Но босем ароматное, которое стало в родословной. Амалека это кто? Это другой аромат. Поэтому есть аромат на спасение и аромат на смерть. И какова мать имеет большое значение? Вы знаете, что в Библии, если кто-то говорится хорошо человеке, или наоборот, очень плохо, указывается не только, да, отец, но и мать этого человека. И поэтому важно было брать женщин из места, где знали живого Бога. И Исхак, и Яков брали специально невест из дома Божьего. Вот. Вторая жена Ада. Это второе после Евы женское имя упоминаемое в Библии. Цела и Ада. Помните их были? Жены Ланаха. Да? И Ада означает украшение. Опять-таки идет внешняя привлекательность. Оно является основным критерием выбора невесты для Исава. И Агаливама, третья жена Исава, это шатер высоты. Где еще упоминается это имя? Когда Бог говорит о нечестивой жене, да? Агалива, Агаливама. Да. Ада родила Ислава Ильфаза, Басмат родила Ревуэля, Агаливама родила Яуша, Ялма и Караха. Это сыновья Исава, которые родились у него в стране Кнаан. Хорошо, делаем перерыв.